Магия света, новая камерная выставка выставочного зала на Покровской, включает чуть более 10 экспонатов. Но она является настоящим открытием для современного зрителя. На выставке можно познакомиться со сложным устройством керосиновой лампы. Многим покажутся диковинками красивые и практичные аксессуары для старинных осветительных приборов, такие как экран для свечи или отражатель для керосиновой лампы. Здесь же только вот такие жемчужины коллекции, подсвечники, подсвечник и настольный, вот такой настенный подсвечник. А вот эту вещицу немногие узнают, потому что сейчас как-то не используют ее. Ну вообще подсвечники только для интерьера, для украшения интерьера сейчас используются. А вот такой экран для свечи, экран для подсвечника, наверное, если только невнимательно смотреть исторические фильмы, тогда можно увидеть. Выставка «Магия света» продолжила зеркальную тематику и лаконично дополнила действующую экспозицию зеркал рубежа 19-20 веков из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». Помимо зеркал и настольных, и настенных, и напольных, мы здесь еще и карманных, мы здесь еще представляем аксессуары к зеркалам, или интерьерные аксессуары, или аксессуары к костюмам, барышень или молодых людей, которые смотрелись в эти зеркала, а также научные приборы. На протяжении своей истории зеркало являлось предметом роскоши. Позволить его могли только очень зажиточные люди. На выставке представлены великолепные работы, сделанные мастерами более ста лет назад. Зеркало трюмо – это никакое не зеркало в нашем привычном представлении. На самом деле трюмо – слово французское, которое обозначает простенок между окнами. И зеркало трюмо – это зеркало, которое ставится для украшения, для формирования интерьера именно в дворцах или в залах гостиных больших, между окнами. Поэтому оно высокое, оно вытянутое. Настоящим украшением помещения были псише-зеркала, которые закреплялись на шарнирах между двумя стойками и могли плавно наклоняться вперед и назад. Его название происходит от имени богини души Психея. Она изображалась, качающаяся на качелях. Такие псише были не только напольными, но и настольными. Зеркало, конечно, было обязательным аксессуаром любой модницы. Они являлись частью шкатулок. Зеркала также дополняли футляры для помады или подставки под духи. Познакомиться с выставками можно до конца мая. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.